День государственности Якутии Безусловно, любой праздник, любая дата – это возможность оглянуться назад, проанализировать, что произошло, ну и наметить пути на будущее. И в этом смысле я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле этот год для нас очень знаменательный, поскольку мы отмечаем 385-летие вхождения Якутии в состав российского государства, 95-летие образования Якутской республики, 25-летие Конституции основного закона Республики Саха-Якутия. И в этой связи я хотел бы отметить, что для нас главная цель – это консолидация власти и общества, это дружба народов, чем мы гордимся, поскольку за все эти годы мы действительно стояли на страже интересов России. И второе, я хотел бы отметить, что День государственности, он безусловно связан с тем, что мы должны исполнять такой принцип или постулат, если будут сильны регионы, то будет сильна вся Российская Федерация. 27 сентября 1990 года произошло важнейшее событие в истории Якутии. Именно в этот день был принят документ Декларации о государственном суверенитете. Как Вы оцениваете этот день, укрепление федеративных отношений и значимость Якутии в федеральном центре в политической сфере сегодня? Ну, безусловно, начало 90-х – это была очень ответственная пора для республики, поскольку происходили разные события. Если мы раньше жили при плановой экономике, то нам нужно было переходить на рельсы рыночной экономики. И второе, конечно же, в тот период были определенные сложности в части укрепления государственных основ. И в этой связи республика, на самом деле, приняв Декларацию о государственном суверенитете, в первую очередь поддержала Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, принятую Верховным Советом России 12 июня 1990 года. И я думаю, что это был выбор того, что мы будем и далее развиваться в составе России. В этом документе республика взяла на себя всю ответственность и полноту власти, поскольку в тех сложных социально-экономических условиях нужно было изыскывать средства. И в этой связи я хотел бы подчеркнуть важное значение данного документа для принятия основного закона нашей республики, Конституции, который был принят 4 апреля 1992 года. Во-вторых, очень важно отметить то, что республика Саха была одним из инициаторов заключения федеративного договора и принятия нового текста Конституции Российской Федерации. Почему мы так поступали? Потому что мы понимали, что имея огромные недровые богатства, мы должны сделать все возможное для того, чтобы обеспечивать целую мощь страны. И в то же время, чтобы жители Якутии не чувствовали себя как на краю земли, а чувствовали, что мы действительно имеем собственную власть. Говоря о том, что декларация на самом деле заложила еще основы для того, чтобы у нас существовало три ветви власти. Законодательная, исполнительная и судебная. И поэтому я должен сегодня констатировать то, что в республике наличествует триумвират власти в лице главы республики, в лице парламента Государственного Собрания и Конституционного Суда. Безусловно, от эффективности управления народно-хозяйственным комплексом, социально-экономическим развитием зависит очень многое. И в этом отношении я хотел бы подчеркнуть, что республика является инициатором многих новых проектов, которые признаны не только в Дальневосточном федеральном округе, но и во всей Российской Федерации. Это очень важный аспект. Во-вторых, конечно же, деятельность парламента направлена на то, чтобы сформировать такую законодательную базу, которая бы учитывала местную специфику, региональные особенности, дифференциацию между территориями. И в этом смысле я хотел бы отметить еще то, что мы рады тому, что местное самоуправление активно реализуется. Вот мы видим, каждый раз, бывая на съездах муниципальных образований, насколько они действительно владеют реализацией главного федерального закона 131-го, об общих принципах организации местного самоуправления. В то же время на региональном уровне принимаются законы, которые определяют какие-то важные моменты в реализации этих важных концернных принципов. Александр Николаевич, празднование Дня государственности неразрывно связано с именами таких видных политических и общественных деятелей, как Максим Момосов, Платуна Юнский, Сидор Барахов и другие. Скажите, что связывает эти имена с современной Якутией? Ну вот, вначале я подчеркнул значимость этого года и говоря о 95-летии Якутской Республики, я должен отметить, что именно благодаря Советской России Якутия из тюрьмы без решеток преобразилась в ведущую аграрную и более того промышленную республику. Это очень важно, потому что именно с образованием Якутской Республики у нас началось такое бурное освоение природных ресурсов, развития промышленности, сельского хозяйства. В тот период мы действительно развивали образование, культуру, социальную сферу. И, конечно же, это создало такую платформу, на базе которой мы и сегодня развиваемся. Я хотел бы отметить, что и в новой государственности есть, собственно, лидеры. Это Михаил Ефимович Николаев, который был председателем Верховного Совета 12-го созыва. Это Климент Игоревич Иванов, который в последующем стал председателем Верховного Совета. Человек, который подписал принятую Конституцию. Я бы хотел отметить таких лидеров, как Игорь Михайлович Ларионов, Афанасий Петрович Ларионов, Зоя Афанасьевна Корнилова и многих других, которые приложили много усилий для развития нашей новой государственности. Поэтому это эстафета. Безусловно, мы благодарны нашим всенародно избранным лидерам, помимо Михаила Ефимовича Вячеслава Анатольевича Штырова, Егора Анатольевича Борисову. Это всенародно избранные лидеры, которые действительно понимают степень своей ответственности. Ведь они приносят клятву, именно присягают перед народом, что они будут выполнять Конституцию Республики, и они в дальнейшем будут предпринимать все усилия для развития нашего региона. И в этом смысле я хотел бы отметить, что руководством Республики предпринимаются очень серьезные шаги по продвижению и в сфере социальной политики, взаимодействия с крупным бизнесом. Мы знаем, что на сегодняшний день множество крупных компаний работает на территории Республики. Это и Сургутнефтегаз, это и Газпром, и, безусловно, наша ведущая акционерная компания «Алроса». А для того, чтобы установить с ними связи, взаимодействовать, конечно же, мы должны поднимать степень социальной и экологической ответственности. Ведь наша природа очень ранимая, и тем более в год экологии я подчеркиваю этот тезис. И в этом, конечно же, наличит и активная позиция наших сограждан. – Какое значение для Якутии имеет подготовка к столетию празднования, принятия декларации? Какие мероприятия? Вообще, что для нас? – Безусловно, остается всего пять лет до такой знаменательной даты. И мы должны выполнять указ президента Российской Федерации, который подписал об ознаменовании столетия Якутской Республики, сделать ряд мероприятий, в основе которой сейчас предпринимаются усилия, как на федеральном, так и на региональном уровне. Столетие государственности, оно должно нас всех сплачивать. Каждый гражданин должен понимать, что нельзя спрашивать все время у государства, что оно делает для тебя. В первую очередь, мы, наверное, должны спросить самих себя, а что мы делаем для государства. И в этом смысле мне импонирует, что в нашей республике действительно существует реальный механизм взаимодействия власти и общества. Это и общественная палата, это и проведение различных форумов, конгрессов, это и детские инициативы, молодежные инициативы, это и семейная политика. Поэтому в этом смысле, конечно, наша республика очень активна. Ну и хотелось бы, чтобы вы сегодня с экрана телевизора поздравили всех наших жителей с таким знаменательным днем и пожелали от себя. Для меня большая честь, конечно, поздравить всех якутян с Днем государственности нашей республики. Наша республика будет делать все возможное для развития Российской Федерации, для развития федеративных отношений. Только на базе взаимного доверия, уважения мы можем продвигаться вперед. И это, конечно, зависит и от активности каждого гражданина. Поэтому всех с праздником будем все созидать на благородной республике. Ну и, к сожалению, эфирное время подходит к концу. Я вынуждена с вами попрощаться, но разговор мы с вами будем еще продолжать и не раз. Я вас поздравляю с этим праздником, желаю всего самого хорошего. И напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях был председатель Конституционного суда республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким Кимы. Оставайтесь на нашем канале. Еще больше информации и новостей смотрите на наших новостных выпусках. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова